Итак, добрый вечер! Добрый вечер! Мы приглашаем вас на события, которые представляет наша Dream Team. Я рада приветствовать каждого гостя, который первый раз находится здесь. Я приветствую всех людей, которые приехали из Лудзы, из Венспуса, из Елгова, из Юрмала, откуда бы вы ни приехали. Мы очень рады вас видеть, мы очень вас ждали. И весь этот вечер это будет только для вас. Я прошу вас, имейте фан. Пусть все, что происходит, наслаждайтесь, смотрите, будьте как дома. Только обязательно следите за своими вещами. Итак, а теперь на сцене я представляю музыкальный проект под названием Deep. Встречаем! Пусть все, что происходит. Продолжение следует... 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 Для кого-то это пустой звук. Кто-то легкомысленно может разбить ее и предать. Кто-то сражается за нее до последнего, рискуя собственной жизнью. Итак, что такое настоящая дружба? Миф или реальность? Так ли уж важна она для нас, или можно обойтись без нее? Насколько реален принцип? Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Эти и многие другие вопросы мы попытаемся рассмотреть в этой программе, в которой каждый из вас может стать непосредственным участником. Итак, добро пожаловать на ток-шоу «Настоящая дружба». В числе первых гостей я бы хотел пригласить на нашу сцену встречайте Павел. Итак, Павел, как вы думаете, бывает ли дружба на всю жизнь или это явление сезонное? Мое мнение – это, конечно, дружба – это явление только сезонное. Я могу ответить, знаете, почему? Потому что просто проходит время, меняется характер и меняются наши друзья. И мы все, кто здесь в зале сидим, мы прекрасно это знаем и понимаем, что на самом деле дружба – это просто явление сезона. Это просто схожесть характеров на время. Итак, Павел считает, что дружба – это явление сезона и настоящей дружбы хватает лишь на один сезон. А что по этому поводу думает следующий участник нашей программы, который появится здесь через секунду, Виктория, встречайте! Разного вида. Итак, Виктория, я бы хотел вам задать такой же вопрос. Считаете ли вы дружбу явлением вечным или все-таки это явление временное, сезонное? Для меня дружба – это вообще самое дорогое, что может быть у нас, у людей. И дружба – это привилегия. Для меня дружба – это привилегия. Да, может быть, это схожесть характеров на время, ну, я согласна. Но через какое-то время нам нужно меняться и чем-то жертвовать, жертвовать своим характером для того, чтобы сохранить эту дружбу. Поэтому лично мое мнение и мои жизненные убеждения – я хотела бы бороться за дружбу до конца. Дружба – это борьба, но я думаю, что она стоит того. То есть это не сезон, это на всю жизнь? Это не сезон ни в коем случае. И я считаю, что если те люди, которые определяют дружбу как сезон, просто, может быть, не хотят чем-то жертвовать. И так, мнение Виктории. Спасибо огромное. Дружба – это на всю жизнь. И если ты сражаешься за нее, то сезоны пролетают мимо. Таково мнение Виктории. А что по этому поводу думает следующий участник нашей программы, который появится здесь через мгновение? Встречайте, Анастасия Ледяева. Анастасия Ледяева. Ученица средней школы хобби-танцев. Итак, Настя, а что ты думаешь по этому поводу? Добрый вечер. Я лично думаю, что... Я, Вика, с тобой полностью согласна, что за дружбу надо бороться. Ну а что делать, если борьба за дружбу не всегда заканчивается успешно? А лично мое мнение, что дружба – это штука сезонная. Потому что основание дружбы – это единые убеждения и единые какие-то цели. Но мы все знаем, что в жизни у нас убеждения меняются очень часто, а значит, меняются и друзья. Твое мнение? Сезонная дружба. Итак, Настя разделяет полностью позицию Виктории. Настоящей дружбы хватает лишь на один сезон. Как вы видите, страсти накаляются, и, может быть, очередную порцию адреналина подкинет нам следующий гость нашей программы – Денис Машканов. Денис Машканов – работник ТВ-студии «НГТВ». Денис любит стрелять в ТВ, плавать в бассейне и кататься на велосипеде. Вы можете даже садиться. Спасибо, добрый вечер. Очень интересно было вас послушать. Вы так все рассуждаете, сезонная дружба или долговременная. Честно говоря, я раньше был более, может быть, оптимистичным человеком. Сейчас я стал скорее реалистом. И мне кажется, что все-таки, как сказал Павел, человек и характер меняется. Я думаю, что дружба – это что-то, ну, не такое, чтобы на всю жизнь. Просто я говорю сейчас не какую-то теорию, я говорю из своей жизни. В моей жизни была такая ситуация, когда мой лучший друг, с которым мы были друзьями почти с самого детства и были очень откровенны друг с другом, когда я стал ухаживать за девушкой, он, конечно, знал об этом. Я, естественно, рассказывал ему, как мы там встречаемся, куда ходим на свидание, какие цветы ей нравятся. И через полгода, когда я увидел, что что-то не так, мне эта девушка сказала, что, ты знаешь, говорит, ну, похоже, ты вот немножко проиграл, твой друг за мной ухаживал почти все это время. И когда я узнал подробности, что он именно делал, оказывается, что просто он использовал ту информацию, которую я же ему рассказывал, и, ну, отбил ее у меня. Можно сказать, что я проиграл? Окей, но я считаю, что он меня просто предал, потому что если бы она ему нравилась, он мог мне об этом четко сказать. Я считаю, что дружба, это в данном случае я увидел, что это что-то, вся та глубина, в которую я верил, оказалась впустую, понимаете? Я не готов сейчас говорить о дружбе, как о понятии долгосрочном и глубоком. Я думаю, что это что-то более поверхностное. Симпатия взаимная и ничего более. То есть по отношению к другу у тебя, по отношению к парню у тебя была дружба, по отношению к девушке у тебя была любовь или наоборот? Естественно. Мы были друзьями, мы были друзьями с этим человеком, и я его знал, я говорю, что почти с самого детства. Я ему доверял, он мне доверял, и я никогда не мог подумать, что мой лучший друг предаст меня. О какой глубине можно после этого говорить? Зачем, к чему вся эта откровенность моя была в его адрес, если он потом просто все это взял и в конце концов он мне сказал, эту девушку он бросил потом через некоторое время, а мне он сказал, он говорит, ну, я рад, что хоть в чем-то я оказался лучше тебя и проворнее. Ну, то есть, а кроме этого, после этого парня, ты никого больше не встречал? В смысле, друзей? Да. Нет, у меня есть друзья, я готов дружить, я считаю, что я достаточно общительный с людьми, но я считаю, что излишняя откровенность и какая-то, знаете, там вот слишком много сердца открывать, там душу открывать. Ну, раньше я действительно так как бы себя вел, и у меня один взрослый очень человек, который мне в отцы годится, сказал, говорит, ты знаешь, ты слишком чувствителен, ты слишком восприимчив, говорит, смотри на жизнь проще, смотри легче, как бы, take it easy, как говорят. на английском, вот. Ну, вот. Поэтому твоя позиция, нечего откровенничать с друзьями, и дольше жить будешь. Надо расслаждаться, да, наслаждаться общественным, конечно, больше улыбаться, смеяться, и не надо, не надо вот, вот, борьба, хочешь бороться, ну, иди занимайся борьбой, ну, мне так кажется. Денис, ну, нельзя всю дружбу судить по одному человеку, согласись. Ну, это как-то несправедливо просто. Знаешь, я после этого не стал, вернее, как вы, я не перестал дружить с людьми, я изменил свой взгляд на это. У меня есть друзья, все в порядке. Просто поменял формат. Поменял формат, да. Поменял взгляд вообще на дружбу, как таковую. Я уважаю людей, я люблю людей, но просто... Ну, в дружбу не веришь. Нет, почему? Я верю в дружбу. А мне кажется, ошибка Дениса в том, что он слишком открывается перед друзьями. Лично я никогда не открываю всю свою душу перед друзьями. Извините за выражение, я чувствую себя голой. Потому что откуда ты знаешь, может, завтра, вот как поступил с тобой друг, он обратит все это против тебя. Это очень опасно, нельзя быть слишком откровенным. Ну, какой же тот друг, перед которым ты боишься оказаться, как бы открыть всю душу и рассказать ему все свои какие-то потаенные... Я согласна, что есть такая потребность у каждого человека. Открывать свою душу, но надо знать меры, нельзя все подряд. Извини, извини. Знаешь, как говорят, доверяй, но проверяй. Ну, окей, дружба — это доверие в первую очередь. Если нет этого доверия, о какой дружбе вообще можно говорить? Ну, понимаешь, вот о том мы и говорим, что мы доверяем людям. Мы-то доверяем людям, мы дружим с людьми два-три года. И потом оказывается, что просто они все, все наши минусы используют просто против нас, также доверяя нам. В общем, вопрос. Дело не в том, у меня был друг, я пришел в церковь, он пришел неверующий абсолютно человек, и вот он покаялся, я вам помогал, он встал на ноги, можно сказать. Он был никем, он получил профессию. Мы доверяли очень друг другу. Но потом однажды, когда у нас стали возникать спорные мнения насчет каких-то там вещей, насчет греха, проще говоря, чтобы не быть таким супер-религиозным. Просто он стал бегать за девчонками, такая простая ситуация. Он просто сказал, зачем мне в церкви, ходить тут за всеми, тут так все сложно. Сходим в клуб. И когда я ему сказал, что, знаешь, это большая проблема, он сказал, ты религиозный, ты отстал от жизни, ты не знаешь, Бог прощает и таких людей, у тебя отношения с Богом зашли не в ту сторону, и поэтому нам стоит разойтись. И он ушел в церкви, хотя я за него молился. Не надо думать, что я просто так сказал, ну, это твое убеждение, все, пока, давай. Я за него сражался. И все 2-3 года, можно сказать, были зря. Теперь зачем раскрываться перед человеком? Можно иметь официальное отношение. Привет, пока, как дела? Как обычно все, кстати, задают вопросы, так называемые друзья. И эта ситуация, она заставила тебя перестать верить в дружбу? Нет, я верю в дружбу, но есть границы дружбы. То есть есть люди, с которыми я знаю, как мне надо разговаривать, даже мои друзья. Я никогда не буду теперь со всеми друзьями откровенничать со всеми одинаково. То есть я могу откровенничать, но я знаю, с какими я теперь буду откровенничать, с каким нет. Итак, складывается обстановка такая, что скептиков в плане дружбы трое на одного. Я думаю, это несправедливо. Поэтому я приглашаю на сцену очередного участника нашей программы, который, может быть, вероятно, поможет вырулить из этой ситуации Стефан. Встречаем. Стефан Судницкий. Ученик девятого класса, любит играть в футбол и сниматься в кино. Здравствуйте. Вы знаете, я не считаю, что дружба – это сезонная. Во-первых, потому что друзья, они не должны приходить и уходить из нашей жизни вот так просто. Пришел и ушел. То есть это не проходной двор. Душа – это не та вещь, где можно просто так приходить, рассказал и ушел. То есть дружба должна быть, ну, то есть в дружбе должно быть доверие. И должна быть какая-то, ну, надо видеть, что твой друг, он понимает и хочет тебя видеть точно так же, как и ты его. И вот я, например, расскажу такую историю из своей жизни, что я залез в проблемы, я поссорился с отцом и начал отдаляться от своего друга, который не хотел, чтобы я его терял. То есть чтобы он меня не терял. Вот. И он, как бы, я ему рассказал, да, я, да, я вот поссорился, да, я не хочу сейчас ни о чем говорить, я хочу просто уйти и остаться один. Он говорит, что нет, ты должен попросить прощения у своего отца, ты должен помолиться, чтобы Бог наполнил твое сердце любовью. И я, я не понял, я не понял, что происходит. Я думал, что друг меня поймет и начнет говорить, да, ты же, ну, посмотри, какие родители. Сочувствовать начнут. Да, родители несправедливые, ну, все такое. Вот. Но я услышал не то, что я ожидал. И когда я это, ну, услышал, я просто обиделся на нее. Я сказал, я не хочу тебя слушать, я, я просто, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я ухожу домой. Вот. Мы расстались. Я, я остался один в своей комнате, и я думал, что, почему, почему так происходит. Но я думал ни час, ни два, я думал всю ночь. И когда мне все-таки, я подумал, что моя гордость должна стоять ниже, чем авторитет моих родителей. И авторитет Бога в моей жизни. И я понял, насколько друг важен в нашей жизни, как помощник, и как не только, который дает поблажки и оплакивает наши души, которые страдают от каких-то ситуаций. То есть, и я считаю, моя позиция, что настоящий друг, это друг, ну, если не на всю жизнь, но он долгосрочный. Это не бизнес-отношения, это не, это не сезонная дружба. Вот моя позиция. То есть, если ты воспринимаешь друга, который будет потакать тебе во всех минусах и плюсах, то это друг. А тот, кто говорит правду, он становится врагом. Может быть, неадекватное восприятие поведения твоего друга, оно и определяет эту кратковременность. Да, 100%. То есть, твое понятие точно такое же, как у Виктории, надо бороться, надо быть самокритичным и дорожить отношениями. Конечно. Такова позиция Стефана. Огромное спасибо, Стефан. И я приглашаю на сцену последнюю участницу нашей программы. Встречайте, Марину. Марина Шевченко, консультант торговой компании, обожает петь. Итак, Марина, я напомню вопрос, который звучал в начале нашей программы. Дружба, бывает ли она на всю жизнь или это явление сезона? Здесь мы уже успели несколько подискутировать. Ваша позиция. Я считаю, что есть дружба, которая на всю жизнь, настоящая дружба. То есть, настоящий друг – это тот человек, которого ты хочешь всегда видеть, которого ты просто чувствуешь между вами, как незримая связь. То есть, он живет в тебе, ты знаешь, что у него на душе. То есть, ты чувствуешь его, ты просто живешь с ним одним целым. Но вот здесь как раз у Дениса Машканова вот и получилась такая сквозная дружба, которая потом закончилась полным крахом. Дожились, как говорится. Думали, что все. Знаешь, как в песне. А если друг оказался вдруг. Вот он взял меня и предал, я считаю. Вот тебе и одно целое. И что дальше? Я считаю, просто все равно ты чувствуешь его. То есть, ты знаешь, когда ты можешь что-то сказать ему, когда ты видишь грань. То есть, у тебя внутри срабатывает этот, как бы, красный свет, который загорается. И все равно, как бы, дружба – это зерно, которое ты сеешь, да, и обязательно над ним надо работать. То есть, ты его поливаешь, ты взращиваешь его. Почему сезоны? Потому что это сухой сезон. То есть, вы не работали над дружбой. Ну, как не работали, мы ссорились. Вы не защищали ее. Мы ссорились, вся дружба, она мне говорит. Чего ты перебиваешь? Ну, ты про бизнес уже говорил, нормально все. Вот что ты говоришь? Вот вы не поливали, вы не удобряли. Мы удобряли и поливали. Все было замечательно. Мы катались на одном велосипеде. Ты, если бы нас встретила вот тогда, понимаешь, ты бы подумал, что мы просто родные братья. Знаешь, как вот тусуют, знаешь, мы с Тамарой ходим парой. Ну, понимаешь? Ну, все было классно, понимаешь? Если он влюбился в нее, он мог мне открыто об этом сказать, понимаешь? По-моему, все равно был злой корень, который в итоге вылез. То есть, ты бы не видел. А, да, давай не без духомании. Вот давай не надо сюда сейчас духоманию, злой корень, там, родословная прокляция. Я, кстати, с детства в церкви, я могу тебя тоже сейчас загрузить по полной. Давай мы просто будем говорить о том, что есть предательство. Есть просто наглое предательство. Мы ходили в церковь, он вместе со мной учился там молиться, креститься, я съездил на крещение. А потом оказалось, что у него просто поменялись убеждения. Вот о чем я тебе хочу сказать. Твои друзья поменяют убеждения, и они тебя оставят. Вот и все. Я очень извиняюсь. А где гарантия, что завтра вот эта твоя подруга или друг, в котором душевное родство и все, что она не станет твоим предателем, и вы не станете врагами? Где гарантия? Почему ты так уверена, что вы будете дружить до гроба, как говорится? Я не уверена. Я говорю про то, что мы с ней, вот мы и ссорились. У нас было очень, вот у меня была подруга, да, мы с ней дружили с 10 лет до 16. Уже была, да? Она есть до сих пор. То есть, вот у нас до 16 лет мы с ней очень хорошо общались. Мы понимались друг с другом в полуслово. Просто мы вот могли посмотреть. Она скоро выйдет замуж, и все, и забудешь. Подожди, можно я скажу спасибо? Павел, уважайте. Потому как ты тут разговариваешь с ней, можно представить, как ты разговариваешь со своими друзьями. Ну вот. Ну вот. Субтитры подогнал «Симон»